Это Бобровниковский фешерский акушерский пункт. В этом здании более ста лет получали первичную медицинскую помощь многие поколения жителей Бобровникова и соседних деревень. Медучреждение впервые открыло свои двери для пациентов в 1921 году. А изначально здание было, как говорят в деревне, поповским домом. Здесь, неподалеку от храма, жил священнослужитель. Здесь жил церковный служитель. Оно было построено для него еще в конце 19 века, как это я узнавала в архиве. Он здесь жил, а потом оно было национализировано. И отдано под ФАП. И ФАП начал здесь работать с 1921 года. И работал по настоящей линии. В сельском ФАПе с момента его открытия медработники трудились семьями. Воспоминания старожилов в деревне о первых фельдшерах местной жительницы Надежды Кострова бережно хранит по сей день. Вот как мне говорили старожилы, то первыми работниками были Клыковы, фельдшер Афанасий Федорович и акушерочка Мария Васильевна. С ними работала санитарочкой. Вологдина Гониания Григорьевна. Вот это я записала на листочек и как бы не выкинула листочек. И поэтому я помню. Потому что нигде больше это бы я и не нашла. Потом они где-то работали долго, может быть, 20-30 лет. Потом работали, это уже вот жители рассказывали, что работали Ивановы, фельдшером Валентин Иванович. А акушерочка и его жена Нина Васильевна. Санитарочка с ними работала. Деткова Агнея Павловна. Вот это тоже я записала. Потому что больше бы я и не нашла это нигде. Вот они работали тоже долго. Может быть, 25-26 лет. Многое о судьбе столетнего медучреждения Надежда Николаевна узнала по записям из книги приказов. Ее с 1949 года вел здешний фельдшер, участник Великой Отечественной войны. У него был очень большой округ. Было 23 деревни. Населения тоже было очень много, где-то тысяча, наверное. Был дом отдыха, на территории обслуживания был дом отдыха, колхоз с фермой, сплав, участок. Несколько детских садов, несколько школ, несколько магазинов, несколько клубов даже. И библиотека. В общем, медики на вызова ездили на лошади, чтобы везде успеть. Надежда Николаевна Кострова неспроста так хорошо знает историю этого ФАПа и его работников. Она сама 35 лет проработала здесь фельдшером. Я сюда пришла после окончания медучилища по распределению 1 апреля 1987 года. И работала 35 лет до самого выхода на пенсию. Обращались все жители окрестных деревень, взрослые, беременные женщины, дети, маленькие, большие дети. Все. Лечила простудные заболевания в основном. Если какие-то хронические заболевания обостряются, то отправляла к врачу на консультацию. А дальше чего назначат? Процедуры, лечение, контроль. В холодное время года будни фельдшера ФАПа начинались с растопки печи. На селе медработник и это делал сам. Пили печки, носили дрова, заготавливали, привозили эти дрова, пилили, кололи, укладывали все этой санитарочкой. У работы фельдшера на селе есть свои особенности и нюансы. Одно дело принять пациента в медпункте, и совсем другое в любую погоду приехать к нему на дом. Медработника всегда ждали и ждут не только в Бобровниково, но и в соседних деревнях. Как и ее предшественникам, Надежде Николаевне, в первые годы работы порой тоже приходилось добираться до пациентов на живой попутке. Вот, а пешком все везде ходила. Иногда, если у кого-то была лошадь, то приезжали за мной на лошади и возили. Вот, в 87-й еще ходил. За период 35-летней работы Надежды Костровой на ФАПе провели газовое отопление, периодически закупали новую мебель и оборудование, проводили косметические ремонты. Тем не менее, годы взяли свое. В деревне потребовался новый медпункт. И он появился буквально в нескольких метрах от прежнего здания. Модульная конструкция построена. Прошло лицензирование ФАПа. ФАП оборудован всем необходимым оборудованием согласно табеле оснащения. Новый ФАП доступен для маломобильных групп населения. Внутри него просторно и чисто. Для его работы закуплено 190 единиц оборудования. Медпункт оснащен электрокардиографом, взрослыми и детскими ростомерами и весами, глюкометром. Здесь пациентам могут измерить уровень сахара и холестерина в крови, провести диспансеризацию. ФАП официально готов к работе. Сейчас сельчане ждут только выхода на работу своего фельдшера. Пока специалист находится в декретном отпуске. Но это ненадолго. Мне очень приятно отметить, что в фельдшерско-акушерский путь Бобровниковский есть постоянный работник, молодой специалист, которая пришла к нам два года назад. На период декретного отпуска фельдшера в новом ФАПе заменит совместитель. С сентября прием здесь будет проводиться раз в неделю по средам. Уже в этом году к работе приступит и постоянный сотрудник. Конечно, и для пациентов, и для работников будут более комфортные условия труда и улучшится качество оказания медицинской помощи населению. Конечно, я радуюсь, что у нас сейчас новый ФАП. И медикам будет приятно, удобно работать. И пациентам тоже хорошие условия приходят. Думаю, что дальше будет ФАП работать и оказывать помощь нашим жителям. И ФАП в Бобровниково не единственное новое медучреждение в округе. Радуется современным медпунктам жители еще нескольких населенных пунктов. На сегодня открывается четвертый модульный ФАП в рамках национального проекта здравоохранения. Также построена амбулатория «Новатор». За последние годы возведены новые модульные конструкции в деревне Ишукино, в деревне Золотавцево и в деревне Арестово. Одновременно с этим прямо сейчас активно идут капитальные ремонты ФАПов в деревнях Щекино и Полутово. А в деревне Коробейниково приступили к установке пятого модульного медпункта в округе. Специалисты водоканала обустраивают септик. Начала работа и бригада подрядчика. 22 августа 2024 года подрядчик приступил к монтажу свайного поля в деревне Коробейниково. С последующей поставкой обещал, что в течение 7-10 дней конструкцию привезет на земельный участок. Соответственно, после этого момента у него будет 30 дней на ввод въем в эксплуатацию и передачу в Великую Сухскую ЦРБ. После этого пройдут традиционные процедуры получения санопидзаключения и лицензирования. А далее ФАП будет готов к приему пациентов. Напомним, строительство началось по инициативе самих жителей деревни Коробейниково. Идею поддержал в Рио губернатор Георгий Филимонов. На возведение медпункта направлены средства в размере 5 миллионов 100 тысяч рублей. К слову, денежные средства были выделены еще в марте 2024 года. Но компания, которая тогда выиграла аукцион на проведение работ, оказалась недобросовестной. Ввиду недобросовестности первого поставщика контракт был расторгнут. То, что он не уложился в сроки поставки, не приступил ни к каким монтажным работам. Соответственно, контракт был с ним расторгнут, подрядчик был внесен в РНП. И уже потом учреждение заключило со следующим участником контракт. Данные участники исполняют свои обязанности добросовестно, выкладываются в сроки. А это значит, что совсем скоро в Великогостикском округе появится пятый современный модульный ФАП. Отличная новость, ведь медучреждение на селе – это важный социальный объект. Он всегда востребован и взрослым населением, и детьми. А квалифицированную помощь гораздо приятнее получать и оказывать в современных и комфортных условиях. Программа выходит при поддержке Департамента информационной политики правительства Вологодской области. Субтитры создавал DimaTorzok